Хэй, это подкаст «Тот еще офис». Меня зовут Катарина, и это рубрика «Эксперт». Нашим экспертом стала Татьяна Мушкина, директор по корпоративной культуре и талантам компании «Валтопед Продактс». Окончила психологический факультет, сертифицированный коуч и бизнес-тренер. Тема нашего подкаста «Приходит в компанию, уходит от людей». И на самом деле для меня лично, я как-то в последнее время замечаю, что очень многие мои знакомые друзья, для них это очень больная тема, очень сильно больная, настолько больная, что им прям вот нереально больно об этом говорить, и даже когда они принимают решение, это просто как будто бы такое огромное расставание. То есть там, как некоторые говорят, расставание с девушкой не далось мне так хода, как уход из компании, из того, что из проекта или из чего-то еще, как вообще, то есть… Ну, мне кажется, что на самом деле в этом случае надо кривить душой, да, первый момент. Почему тяжело дается, наверное. Хорошо, давайте попробуем по этому поводу порассуждать. Пять дней в неделю, девять часов в день с учетом обеда там, да, еще кто-то задерживается. И при этом в тот момент, когда мы, собственно, выключаем компьютер и выходим с работы, голова, она не перестает работать-то, да. Надо очень хорошо понимать то, что если мы искренне приходили в компанию, если нам нравилось то, что происходило в компании, если мы с удовольствием работали в компании, то уход из компании – это огромный стресс. И даже в некоторых ситуациях я соглашусь с тем, что это гораздо более больно, нежели чем в этом случае уйти от какого-то любимого человека и принять некое решение. Я не говорю, когда тебя бросили, ну, там, если мы это переводим на взаимоотношения, работодатель-сотрудник уволили. Я говорю, в принципе, о том, что это решение принимается очень многим, очень тяжело. И статистически средняя продолжительность работы в данный момент, особенно у молодого поколения, около двух с половиной лет. Ну, вот два с половиной года ежедневного прихода на работу, общения с одними и теми же людьми, работы в рамках одних проектов, недостойно для того, чтобы потом сложно принимать решение о расставании, уходить самому, либо тебе говорят о том, что с тобой прекращены каким-то образом взаимоотношения. Ну, то есть человек имеет право в этом случае быть разочарованным, он имеет право испытывать боль, он имеет право сомневаться в тот момент, когда что-то произошло. Потому что люди же все равно эти решения по-разному принимают. И мы там, вот это сейчас громко, весело говорить, вот меня там перекупили, мне предложили большие деньги, меня схантили из компании в компанию. Это не избавляет человека от того, что он должен сесть перед тем человеком, который его там несколько лет назад взял на работу, который в него что-то вложил. Потому что это очень такое сомнительное высказание, что люди не умеют быть благодарными. Очень часто мы очень хорошо понимаем, что есть конкретный человек, который в конкретной ситуации очень сильно на нас повлиял, то, что мы в чем-то изменились, то, что в чем-то стали лучше. А может быть, и был наставником. И этому человеку надо сказать, Марья Ивановна, вы знаете, мне предложили на 15 рублей больше, поэтому я собираю свои вещи и ухожу, и зову Василек, вот, там, не знаю, ромашек. Вот этот вот сам разговор со своим руководителем, когда ты говоришь тому человеку, с которым вы вместе какие-то проблемы решали, или с которым вы вместе были, я повторюсь, 5 дней в неделю по 9 часов. Вот ты ему говоришь, я ухожу. Это колоссальный стресс для человека. Бывает, что это колоссальный стресс для руководителя, потому что он может там испытывать какие-то другие эмоции. Но, тем не менее, это огромный стресс. Поэтому то, что это действительно очень сложно, это безусловно. Потому что мы не в безвоздушном пространстве работаем, это социум, это коллегия, это коллектив, это определенные взаимоотношения, это безумное количество эмоциональных каких-то моментов, которые нас связывают со своей работой. Поэтому если работа была по душе, то понятно, что это очень тяжело. Вообще хочется поговорить о причинах ухода из компании. То есть почему уходят? Хорошо, вот мы в данном случае раскрыли, даже намекнули о том, что мне на 15 рублей стали проладить больше, и я принимаю решение уйти. А вот как еще? Ну, как угодно. Ну, смотри, в том случае, если мы говорим о системном подходе к увольнениям, то любая уважающаяся компания, которая занимается HR-бизнес-процессами, она отслеживает и хочет понимать, почему люди уходят. Мы сейчас говорим о той самой ситуации, когда нет никакого конфликта, когда человек не сделал какую-то серьезную ошибку, никаким образом не пострадали стороны в ходе истории о том, что человек просто в какой-то момент по какой-то причине принял решение уходить. И ответов на вопрос может быть бесконечное количество, так же, как и людей. Конечно же, мы все HR-ы даем человеку анкету выходную, предлагаем там какие-то свои варианты, почему человек уходит, предлагаем человеку написать, почему он уходит. Очень многие компании, имеющие для этого ресурсы, проводят выходное интервью с руководителем. В том случае, если это не делает психолог или HR, как правило, руководитель, если ему не все равно, он в тот момент, когда человек говорит «я ухожу», задает вопрос «почему». И чисто статистически мы все можем прикинуть, по каким причинам в той или иной ситуации, на том или ином этапе развития компании люди уходят больше, меньше. И самый легкий ответ на вопрос, про который почему-то все время все думают – деньги. Но деньги – это не ключевая причина ухода людей. И деньги – это такая банальная история, скорее, когда я обижен из-за того, что я работаю больше, а мне платят меньше. И очень во многих ситуациях, когда человек по этой причине увольняется, просто в тот момент, когда он… Это же гораздо более сложно даже, чем уволиться, сказать своему руководителю. Знаете, я понимаю то, что я стою больше. Или, как я рекомендую обычно, когда ко мне приходят ребята, которые работают у нас в компании, говорят, «Аня, ты знаешь, вот такая ситуация, я вот как бы понимаю, но вот вы сейчас выставили вакансию на позицию, очень похожую на мою, там больше ставка. Вот я тоже хочу таких денег, и вот как мне в этом случае сказать своему руководителю». Я говорю очень простую фразу, прям дарю ее. Подойдите к своему руководителю и скажите, что я могу сделать для того, чтобы мой уровень дохода был выше. Всем будет все понятно, никто не обидится. То есть вот даже это, к сожалению, люди могут делать не всегда. И порой, когда человек приходит и говорит, «Я увольняюсь, потому что за забором платят больше», в том случае, если сотрудник хорош, в том случае, если он соответствует требованиям, в том случае, если все делается корректно, руководитель говорит, «Да, обсудим». И я для тебя сделаю дополнительные, дам возможности для того, чтобы мы в этом случае тебе заплатили столько, сколько ты считаешь нужным, при этом не потерялись в каких-то моментах. Просто другой вопрос, что это не всегда является ключевой проблемой, люди просто скрывают какие-то другие вещи. Тогда через 3-4 месяца, когда деньги перестают мотивировать, это все равно происходит. Но тем не менее. То есть расхожее мнение, что первое, почему увольняются люди, это деньги. Второй момент, конечно, который в этом случае, о котором говорят все всегда, это возможность развития внутри компании. Когда человек понимает, что ему все, предел, он каждый день приходит, вешает плащ на гвоздик и, собственно, работает работу. От забора до обеда, от обеда до финала. Когда то, что он делает, ему не нравится, он делает это на автомате, не вдумываясь, у него нет интересных задач, ему неохота ничего делать. И это второй момент тогда, когда у руководителя есть другая дилемма. Есть сотрудник, процессник, который классно делает процесс, в нем не видит его непосредственно руководитель потенциала для развития, он понимает то, что в каких-то случаях он просто потеряет человека, хорошего процессника, потому что он ему ничего не может предложить. Ну, в силу этапа развития компании, естественно, разных обстоятельств. Но это вот такие базовые причины, которых мы прочитаем в анкетах, о которых нам люди в этом случае скажут. То, что происходит в реальной жизни, в 80% случаев, это внутренняя среда в коллективе, в рамках которой происходят какие-то понятные или непонятные процессы. В том случае, если формальный лидер, директор или руководитель является и неформальным лидером внутри коллектива, он, как правило, прекрасно понимает, какие у него есть угрозы, кто из сотрудников в какой-то ситуации в данный момент может принять такое решение. Потому что руководитель очень часто знает о том, что есть проблема. Но в зависимости от того, он знает, как этот конфликт может развиваться, и он хорошо знает, чем это все может закончиться. Он понимает, чем он жертвует. И в каком-то конфликте, даже происходящем между какими-то людьми, руководитель часто выбирает того человека, который более эффективен для компании, просто пускает историю на самотек, и сотрудник просто через какой-то промежуток времени приходит, называя какую-то банальную причину, неважную для руководителя, в этом случае говорит, я пошел. Это такой хороший сценарий мягкого молчаливого увольнения, когда есть какая-то проблема, и ее решение не представляется возможным. Не представляется возможным перенести офис ближе к моему дому. Вот езжу я час-пятнадцать на работу. А у меня руководитель, который мне говорит, что если ты не пришла в 9.00 на работу, а весь коллектив, даже так, весь коллектив в этом случае приходит 9.00, а я в зависимости от того, когда трамвай приехал. Если он вовремя приехал, я приду вовремя. Если нет, то я приду на 10 минут позже. А чтобы приехать раньше, мне надо встать на полчаса раньше. И всех это бесит. Что сильно бьет по моему здоровью. Да, что сильно там, ну это уже там неважно, это банальная история. Какие-то процессные вещи. Есть люди, которые, например, работая в команде, мы же все понимаем, что есть спринтеры, люди, которые добиваются, быстро цели добегают, а есть люди, которые могут бежать в марафон. Вот, например, когда команда подбирается, и в команде, например, люди, ну там, в зависимости от задачи, бывают эффективны одни, бывают эффективны другие. Есть определенная задача, с регулярностью определенной, надо ее выполнять, когда человек не подходит этой команде. Скиллам своим не подходит. Он хороший человек. С ним вообще все нормально. То есть как бы он чисто вот по-человечески, кофе с ним попить вообще никаких проблем, но при этом он не тянет так, как тянет команда. И в этом случае он, естественно, уходя, будет там говорить о каких-то причинах. Но все это то, о чем мы сейчас говорим, это мягкие формы увольнения, это молчаливые увольнения, про которые мы говорим. То есть это когда мы им вежливо говорим о том, что... Мы даже ничего не говорим. Просто коллектив мягко в этом случае дает понять. Когда ты понимаешь то, что происходит некая встреча, некое собрание, даже, может быть, не руководитель, даже какой-то там продуктонный, кому-то дает обратную связь. Там всем сказали, что я хорош, а мне не сказали, что я хорош. Раз не сказали, два... Я понимаю, что претензий-то никаких, что у меня проблемы есть на моей стороне, но я тоже хочу. Я тоже хочу, чтобы меня похвалили так же, как Маша. Обидно. Человек понимает, что в этом случае он не дотягивает до команды. Вот это вот естественная история, когда человек понимает, что это не его место. Он может выйти на улицу, перейти эту улицу, оказаться на своем месте. Вообще все, что касается работы... Мы же хорошо понимаем то, что я вот... Мне все время так веселит, когда говорят то, что вот работа – это одно, жизнь – это другое. Нет. Ну, да, нет, абсолютно. Нет, да. И это те же самые отношения. Точно так же вы встречаетесь в институте в одной группе. Сначала у вас одни друзья. Проходит время, вы в каких-то проектах встречаетесь, какие-то делаете вещи общие. Ты понимаешь, что ты не можешь с этими людьми общаться, потому что они в чем-то там не подходят тебе. Самый такой филигранный труд руководителя заключается в том, чтобы подобрать вот этих людей, вот эту команду собрать. Собрать ту команду, которая будет на уровне кивка и полуслова друг друга понимать, как порой там... Бывают такие команды, когда люди взглядом переглядываются, понимают, что надо делать. Это великое счастье, когда человек попадает в такую команду. Но как и у всякого коллектива, у всяких отношений, у всякой компании есть определенные циклы. То есть эта команда, допустим, на пике отрабатывает какой-то промежуток времени, потом происходит какое-то небольшое изменение. Приходит в команду новый игрок. Это уже другая команда. И цикл формирования команды, если приходит новый игрок, уходит в декрет кто-то условно из этой команды. Это все равно начинается заново цикл формирования команды. Ты никуда от этого не денешься. Это неправильно, но как-то система, которая работает. Закон природы, если хотите, закон команды. Поэтому такие вещи бывают. Но то, как была заявлена тема изначально... Тема увольнения. Да, то есть приходят в компанию, уходят люди. Наверное, от меня несколько другой контент. Ну, я вообще, на самом деле, хотела поговорить. У меня есть кейс, с которым я не готова как будто... У меня есть история, которая меня немножко задевает морально. Есть еще одно место, куда я хожу работать. И, в общем, история следующая. Там была девочка, которая прекрасно выполняла... Прекрасно вообще выполняла свою работу как ассистента, режиссера, продюсера и все-все-все. На ней было очень много чего завязано. И в один из моментов, когда должна была выйти премьера фильма, она в один момент такая, я больше не выйду. Просто исчезла. В этот момент главная моя руководительница, мне кажется, чуть не повесилась с того момента, потому что она... Ну, на ней, на этом человеке было завязано все. Естественное дело, за этот период времени, пока это был... Это был апрель, все уже обмозговали эту историю, все друг к другу кости перемыли. Я, честно говоря, я тоже перемыла кости, потому что я была немножко в шоке, потому что человек оказался мне тоже очень находящимся на своем месте, вполне... Выполняет прекрасно свои обязанности. И, мне кажется, прекрасно находится на своем месте. И как будто бы, ну... Ну, давайте так, не будем врать, что по тем людям, с которыми мы общаемся, мы видим очень многое. И, на мой взгляд, ну, по тому человеку, которого я видела тогда, я знала, что человек несчастен в личной жизни, но при этом абсолютно удовлетворен в своей работе и там прекрасно себя в ней реализовывается. И, как выяснилось, что человек взял и бросил всех. И меня это, честно говоря, та ситуация немножко повергла в шок, потому что я сейчас вот сижу, рассказываю. Для меня это настолько странно, как человек может взять и бросить, просто исчезнуть. Невозможно, не зная вводных и не зная того, что там происходило, это история оценок. Давайте будем честны в этом. Да. Это первый и второй момент. Я HR, я знаю одно очень четкое правило, с которым я живу. Люди странные. Ну, люди странные. Но, как говорит Наталья, со всеми все окей. И со всеми все окей, это тоже важно, да. То есть Наташа сторонница коучингового подхода. Я, по большому счету, не думаю, что у всех все окей. Да, но, тем не менее, люди странные. И основной вопрос, который у меня возникает во всей истории, это вопрос к тому человеку, который, по большому счету, был руководителем, да. Чего, ничего до этого как-то не ерзало, не коробило, ничего не происходило. Таких историй у меня в практике тоже было несколько штук. Причем разной степени веселости, я бы сказала так. Я очень хорошо помню, что у меня в одной из компаний был очень авторитарный коммерческий директор. Это была женщина небольшого роста, худенькая. Но в тот момент, когда происходили какие-то конфликтные ситуации, она выдавала такой ультразвук, да, вот с точки зрения там тона того, что она говорила. Она это говорила тихо, но это был ультразвук. И вот как-то вот в тот момент, когда происходило это с человеком, там весь маркетинг в этом случае прижимался к столам. В тот момент, когда происходило, у нас вышла девочка в отдел маркетинга, девушник, там какая-то дизайнер, что ли, да. И вот с ней случилось в первый рабочий день, а у нас там было видеонаблюдение. Да, она ушла, я помню. И, значит, руководитель вошла, вот что-то там вот на этом уровне прокоммуницировала с отделом, девочка посмотрела вокруг, взяла сумку, ушла и не вернулась. Вот тоже вот есть такой момент. Уходит от руководителя. Я подтверждаю гипотезу в этом случае. Но, по большому счету, когда происходят долгие периоды времени работы с человеком, а потом такое, это скорее нестандартная история. Там просто человек, с которым вот я с точки зрения возвращаюсь к моему кейсу, там история была достаточно долгая. То есть там из разряда этого человека очень долго знали вне компании, потом в компании там человек достаточно года два-три работал, все было прекрасно, все было хорошо. То есть вот реально даже вот не придерешься, там вроде бы у человека все было классно, а потом бац и все. Катя, я сейчас очень некорректную вещь скажу. Я не знаю руководителя, да, но вот я знаю одно. То есть в том подразделении, в том департаменте, в котором я работаю, все, что происходит, я как руководитель за это отвечаю. Абсолютно все. Я отвечаю за бизнес-процессы, я отвечаю за проблемы, я отвечаю там за какие-то недоделки, я отвечаю за скрипящую дверь, за сломанный стул, я отвечаю за то, что у меня у какого-то менеджера не получается что-то сделать, просто потому, что я директор. Именно поэтому тогда, когда у меня в подразделении происходят какие-то непонятные вещи, это значит, я не доработаю. Поэтому в том случае, если какой-то сотрудник от какого-то руководителя ушел таким образом, да, рыба тухнет с головы, это первое. Второй момент, который хочется в этом случае прям обсуждать и подсветить, надо сказать следующее, да, люди имеют право, собственно, говорить «нет». В том случае, когда человек уходит таким образом в такой ситуации, в такой момент, наверное, уже как бы была достигнута некая точка кипения. Ну, так, да, и поэтому у меня по этому поводу, вот по поводу таких вообще моментов вопрос только один, да, вот как бы тот руководитель, у которого это с ним случилось прежде всего, да, он себе вопросы какие-то задал по этому поводу, это первый случай в его жизни, он понимает, что произошло, с человеком пытались связаться, то есть как бы, ну, что случилось-то, да, и в том случае, если этот человек это не выяснил, это непонятно, это случится с ним еще раз, потому что такие ситуации, это не стандартная песня, стандартная песня, деньги, карьерный рост, конфликт внутри коллектива, я влюбилась в мальчика, а у него жена и ребенок, и я там не готова, я его видеть не могу, вот это вот все стандарт, такой базовый, да, те задачи, которые мне ставят, мне надоели, это стандарт, а в тот момент, когда происходят любые конфликты, а то, как это происходило, нам напрямую говорят о том, что произошел некий конфликт, просто он в этом случае не дошел до стадии некой там эскалации, они просто это не обсудили, вероятнее всего, кто-то побоялся, кто-то не захотел, да. Мы никуда не денемся на работе от человеческих взаимоотношений, как бы мы сейчас не хотели при помощи ботов подбирать, анкеты анализировать, электронные помощники, там, система базы резюме, а вот у меня несколько дней назад я выступала на конференции в Казани, и я представляю человекоцентричный подход, я как мой подход к управлению персоналом его представляю как человекоцентричный, вот, и в тот момент, когда у нас возникают любые вакансии внутри компании, мы людей подбираем под руководителя, и в крупных компаниях, я тоже в таких компаниях работала, было правило, ты показываешь трех людей, соответствующих требованиям, у которых формально навыка, умение, навыки соответствуют требованиям, но он не кусается, понятно, там, да, и руководитель должен выбрать из этих троих. То, что его от одного тошнит, второй там еще что-то, третий еще что-то, никого не волновало. Тебе трех кандидатов дали, на этом работа HR закончилась. Не хочется тебе? Извини. Да, соответственно, закрывай вакансию, поднимай человека внутри, тебе дали трех кандидатов, с тобой больше никто ни о чем не разговаривает. Я работаю в данный момент в той компании, когда мы подбираем под директора, когда в этом случае может быть 50 кандидатов, да, но директор может их не взять. Все все понимают, да, нет вот этой истории про то, что HR-ы дураки, HR-ы не дали, HR-ы дали, да, но сейчас еще рынок труда, там, тот или другой, да, но мы, тем не менее, подбираем под человек, мы подбираем таким образом, чтобы директор сказал, я хочу взять этого сотрудника на работу. Конечно же, не бывает 50 кандидатов, конечно же, после третьего, четвертого мы корректируем запросы, делаем все для того, чтобы это было быстрее и так далее и тому подобное. Но крайне важно, чтобы в тот момент, когда руководитель брал человека на работу, это был человек, которого он хочет взять на работу, а не которого ему нужно из трех выбрать там, соответственно, которого меньше бесит, да. Это первый момент. И мне кажется, что в чем прелесть небольших компаний в том, что мы себе можем такое позволить, потому что если это там 5-10 тысяч людей, это уже сложно, если это холдинги, состоящие из 300 сотрудников, это крайне сложно, такой вещь. Обязывает нас там чуть больше тысяч, мы себе можем это позволить. Да, и мы изначально понимаем, что у нас в Кемерово один директор, соответственно, у нас в Краснодаре другой директор, это разные директора, если они подбирают менеджеры по продажам, это разные менеджеры по продажам. Ну вот как бы это то, что нас отличает, это то, что нам дает достаточно серьезные преимущества, потому что мы человекоцентричны, мы понимаем, что мы подбираем людей себе по ценности. Это первый момент. Второй момент. Руководитель, который управляет коллективом, должен с людьми общаться. И в том случае, если есть базовые правила коммуникации, да, есть базовые правила, которые в этом случае там принято придерживаться, там общее собрание с определенной периодичностью, и хотя бы один раз в месяц с каждым своим сотрудником сядьте с двух сторон стола и поговорите. Не важно о чем, о природе, погоде, молодежной моде, просто ты должен понимать, как руководитель, что там происходит. Ты говоришь, там проблемы личные, да. Вот я не буду там хвастаться, но у меня все руководители знают про всех своих людей, какие там проблемы личные. Не значит, что это надо обсуждать, да. Но у людей иногда бывает такого уровня и накала личные проблемы, что они просто не могут ничего делать. Я говорю про критические ситуации, я говорю про смерть близких, я говорю про серьезные заболевания у детей, да, я там говорю про какие-то проблемы колоссальные, да, у нас там недавно у человека в Ростове дом сгорел, да, то есть как он, что он там, какой он там, что он наработает, он просто вообще не в адеквате. Да, слава богу, живы все остались. И вот даже в том, ну крупные проблемы, это понятно, да, но даже те истории, которые могут повлиять на то, насколько человек в этом случае в данный момент в состоянии выполнять свою функцию, об этом должен знать руководитель. И сотрудник должен знать, что он придет к этому руководителю, он скажет ему что-то. И в этот момент вот этот вот руководитель превращается в ту самую историю, которую я тебе все говорю. Если бы все знали, сколько я знаю, меня бы давно убили. Да, это не обсуждается, это не сплетни, это ничего. Это то, что должно быть в башке у руководителя, когда он ставит человеку задачу, которую он не сделает в течение рабочего дня, просто технически. Но сейчас это надо сделать, он должен выбрать из двух сотрудников, одному, которому надо ребенка из детского садика забирать ровно в шесть часов, тому, который может в этой конкретной ситуации, даже если менее эффективно, того сотрудника, который сможет. И правильно его замотивировать на то, чтобы он довел эту задачу до финала и довел ее до конца, хотя у него недостаточное количество умений и навыков. И замотивировать таким образом, чтобы это дало результат. Так, чтобы он понял, что для него эта задачка открывает определенные двери с точки зрения развития внутри компании. А тот, у которого ребенка надо в шесть часов забирать из сада, не надо его этим мучить, потому что он сделает хуже. И это то, это те регулярные задачки управленческие, которые решают руководители. И тут понятно, что если ты управляешь заводом, у тебя три тысячи человек в подчинении, ты этого сделать не сможешь, но ты это сможешь сделать с теми ключевыми людьми, которые находятся у тебя в прямом подчинении, то есть руководителем. То есть есть руководитель, есть там, соответственно, его 7-15 подчинённых прямых, и с этими подчинёнными должен быть установлен тот контакт, в рамках которого ты понимаешь, каким образом ими можно управлять. В этом случае ты избегаешь истории про увольнение, собственно говоря, вот этих хлопанья двери и ухода от руководителя. Руководитель должен создать внутри коллектива атмосферу, в рамках которой люди будут хотеть работать. И даже если человек уходит, он может в этом случае спокойно прийти и об этом сказать, потому что уровень стресса, опять же, я ещё раз повторюсь, на этом встрече, когда ты должен сказать, особенно своему первому руководителю, я ухожу, потому что это стресс колоссальный. Даже люди очень многие, вот это решение принять, это стресс колоссальный. Вот, опять же, все считают, что вот если человек по два года в одной компании, он там скачет, всё равно тяжело. Бывают люди, которые себе поставили совершенно конкретную цель с точки зрения достижения какого-то результата, и они строят карьеру. Он говорит, я сейчас поработаю в крупной компании федеральной, там, два-три года, заслужусь до определенной должности, потом я пойду в стартап. В стартап я пойду, и там я дорасту в этой должности ещё до какого-то момента, а потом я вернусь, соответственно, на более высокую позицию. Это тоже люди, это люди, которые могут мыслить стратегически, у них горизонта планирования больше, но тем не менее, для них вот уход из первой компании, из второго стартапа, это тоже очень-очень большая проблема. Очень мало людей, которые делают это на ладь. И через меня проходит очень большое количество людей, которые, уходя в последний день, приходят там и роняют скупую мужскую или женскую слезу со словами, типа, было классно, вы меня возьмёте, если что-то не получится. Вот эти вот вещи, которые говорят. И это делает руководитель. Только руководитель может сделать так, чтобы человек жалел о том, что он уходит, несмотря на какие-то вещи. И в том случае, если руководитель создал внутри коллектива адекватную обстановку, атмосферу, а, он знает, что человек, ну, как бы сотрудник, собирается увольняться. Он-то чует, кожей чует. Как ты своих детей там чуешь в какой-то момент, когда что-то не то? Входишь в квартиру, понимаешь, что это не то. Да, ты ещё не увидела никого. Да, вот руководитель в своём коллективе это чует. Да, руководитель в нужный момент задаёт нужные вопросы. Руководитель в нужный момент готовит соломку и готовит кого-то на замену, если это человек, который какую-то уникальную функцию выполняет. Да, и в этом случае руководитель может договариваться с этим человеком о том, как они это делают экологично. Но всё это – работа руководителя. Да, и в том случае, если руководитель этого не делает, происходит то, с чего ты начинала разговор. Да, все дебилы, меня обидели. Очень частая история – это, что приходит человек в коллектив, на каком-то проекте отрабатывает прекрасно. Вот у него всё случилось, потом у него не получается. Ему никто не говорит, что у него не получается. У него раз не получается, у него два не получается, у него двадцать два не получается. Он использует одну и ту же модель, если, ну, как это из серии, да. Проблемы пробовал решить? Пробовал. Как пробовал решить? Вот так. Получилось? Нет. Что дальше делать? То же самое делал. Получилось? Нет. Зачем одно и то же дело? Может, по-другому как-то можно? То есть в какой-то момент руководитель забивает на человека, просто смотрит на то, как он бешеная белка в этом колесе, прыгает и ждёт, пока это закончится. Вот это, собственно, как раз ответ на вопрос ушёл от руководителя, потому что руководитель в какой-то момент не увидел проблему, руководитель в какой-то момент, собственно говоря, не оценил размеры этого бедствия, в какой-то момент не дал развивающую обратную связь, то есть не сказал, как можно сделать по-другому. Просто не поговорил и не сказал, ну, фигня. Ну, что будем делать с тобой в этом случае? Будем ещё раз делать так, как ты до этого делал, или будем делать по-другому? Или мы возьмём какую-то другую задачу, потому что ты, ну, как бы у тебя эту дело вот не получается, ты её будешь делать. Это тоже работа руководитель. У меня какая-то получилась прям мой спич о том, какие все руководители плохие. Слава богу, это не так. Ну, на самом деле, если так уж говорить, то давайте поговорим хорошо. Вот ты сейчас дала так называемую обратную связь для руководителей, как не быть тем страшным предметом, от которых просто бегут. Тогда как принимать решения вообще? Например, бывают такие моменты, дни на работе, когда ты такой, господи, какой кошмар. Мне кажется, что, ну, если ты молодой специалист, то периодически иногда вот кажется, что, блин, вот всё ужасно. Всё плохо. Всё настолько плохо, что я не выдерживаю. Хотя, на самом деле, просто ретроградный Меркурий как раз, я не знаю, что-нибудь просто дома всё плохо, и ты сам просто не справляешься или что-нибудь. Ну, и опираясь на то, что я тебе говорила до этого, в тот момент, когда с тобой это происходит, ты приходишь, садишься напротив своего босса и говоришь, Марья Ивановна, я не понимаю, что я делаю не так. Потому что у меня нихрена не получается. Ну, у меня не получается, да. Я молодой специалист. Вот я сейчас отвечу на вопрос всех, собственно, молодых специалистов, и говорят, почему молодёжь приходит к вам, к вам кого-нибудь? Чего хочет молодёжь в первую основную очередь? Что вот вы все сейчас хотите? Вот это вот юное поколение. Ну, если мы отметаем деньги, то, наверное, реализация. Вы хотите влиять. Ну, реализоваться, да. Вы хотите влиять. Вы хотите влиять на результаты, вы хотите, чтобы к вам относились серьёзно. А, ещё да, чтобы к нам относились, мало того, что не к маленькому человеку. Да, не как к ребёнку, да, чтобы ты был не младший там сестрёнка в семье, а ты в этом случае мог влиять. Вот, и в тот момент, когда у тебя не получается, ты перестаёшь влиять. И в тот момент, когда произошёл вот этот вот, как ты сказала, ретроградный Меркурий, там, я не знаю, там, кофе с утра невкусный, там, что-то ещё, что-то ещё, вообще хреновая погода и солнышка нет, и не получается, вот можно прийти к своему руководителю и сказать, что я делаю не так? И об этом просто поговорить. И не обязательно рассказывать о своих проблемах. Можно просто сказать, вот у меня есть в данный момент вот этот проект, вот эта задача, у меня постоянно не получается. Поговорите со мной об этом. Дайте мне обратную связь. Потому что у руководителя, может быть, в этом случае ощущение того, что всё нормально. Ну, потому что на общем фоне, там, как бы, и вот сейчас, сейчас значимость ниже. Соответственно, в том случае, если там какая-то долгосрочная история, сейчас не видно промежуточных результатов. Ну, то есть, по большому счёту, ответный вопрос, надо разговаривать. Если это не руководитель, если это большое подразделение, есть наставник, есть, в конце концов, HR. Притом, ко мне достаточно часто приходят люди в таком состоянии, которые говорят, я не понимаю, у меня всё бесит, ничего не получается. Ну, это нормально. Разговаривать — это нормально, потому что никаким другим, мы все очень разные. Мало того, что люди странные, они все очень разные. И очень часто у нас бывают те ситуации, когда мы находимся с каким-то человеком уже в серьёзном конфликте, мы уже его видим, мы прямо уже при входе, даже нездороваясь, готовы придушить, а у него вообще всё нормально. Он вообще не понял. Он там три дня назад на совещании что-нибудь такое сказал, жестковатое по отношению к тебе, да? Что ты сказал? Я вообще забыл. Он просто комментарий этот кинул, потому что он думал, что это важно в тот момент. А ты сидишь и думаешь о том, что вот, он сказал. У него нет проблем вообще, он забыл об этом. Он вообще к тебе отлично относится, чисто по-человечески. И вообще это всё фигня полная. У нас ещё 25 проектов, в которых мы вместе работаем, всё очень эффективно. Такое же тоже бывает. Поэтому мы заложники своих мыслей, мы заложники, особенно в тот момент, когда у нас что-то не получается, у нас одно не получается, нам кажется, что вообще ничего не получается. Снежный ком мы уже с горки катимся, и этот бедный лыжник, который там три дня назад на совещании что-то прокомментировал, и мы его сейчас снесём. И всё вообще разнесём к чертям собачьим. Хотя всего лишь... Хотя на самом деле вообще нет повода никакого. Надо просто, чтобы подойти к нему, слушай, а ты что имел в виду? Может, окажется, вообще про другое? Может, он вообще не про тебя? Ну, да. И это работа руководителя. То есть тогда, когда у тебя приходит зелёный сотрудник на работу, ты идёшь там мимо рядов столов в этой конкретной ситуации сегодня какая-то непонятная, ты начинаешь заниматься техническим мероприятием. Говорит, Настя, пойдём поговорим. Ты кофе принёс? Да. Слушай, так подстриглась, так прикольно. Женщины, когда стригутся, они всё в этой жизни пытаются поменять. Что-то произошло? Ну, как? Ну, слушайте. Знаешь, я про тебя могу... Ты каждый месяц меняешь себе что-то? Ну, можно... Тут речь не об этом. Я поняла. Тут речь о том, что любое изменение в сотруднике это повод поговорить. Да? Это любое изменение, которое ты видишь на работе, это повод поговорить. И ты... Самое страшное, что пришло, ты скажешь, да не, ничего, просто что-то это... Пришла там, парикмахер предложил покороче, я решила покороче. И на этом разговор закончится, ты уже поймёшь в этот момент. Потому что к этому моменту в доверительном состоянии в кабинете директора, когда тебе директоры заглядывают в глаза, начинают об этом спрашивать, люди понимают, что не всё хорошо. Что что-то произошло, и что надо. Это, во-первых, шанс сказать и поговорить. Потому что, ну, как у любого руководителя, всё очень непросто со временем. Да? Это первый момент. Второй момент – это возможность в этом случае себя проявить. Люди, ну, как бы... В этом плане все-всё прекрасно шарят. Тогда вопрос. Если в данном случае у нас нет как-то таковой конкретной проблемы, там, например, у нас достаточно денег, нам достаточно платят, у нас... Нас никто не обижает вроде. Но при этом есть такое ощущение, что, ну, стоит расстаться уже с компанией и всё, всем прочим. Осознанно ли вообще увольнение, вообще понятие увольнения, осознанное оно или нет? Если без конкретных каких-то ситуаций. Ну, оно гораздо более осознанное, если нет никакой причины. Если нет никакого, там, на меня наорали, я сказала, да пошли вы все, пешее эротическое ушёл. Да, это понятно почему. Ну, в том случае, если это спокойное, тихое увольнение, оно самое осознанное. То есть как будто бы признание того, что это не твоё. Да, это взрослые отношения. Это взрослые, серьёзные отношения. И таких увольнений немало. Ну, как бы... И когда вот... Это не от руководителя. Это часто из компании. Это часто... Я хочу заниматься другим. Я себя вижу в другом. Я там, не знаю, прочитала книгу, сходила на конференцию, понимая, что я... Вот у нас был такой случай. У нас девочка была в юридическом отделе. Она очень долго работала юрисконсультом. И у неё произошла следующая история. Она ушла от нас вообще не в юриспруденцию. Она два года училась на... Получала, по-моему, это была магистратура айтишная. И ушла в айти. Осознанно. Мы об этом знали. Это было абсолютно логично. У нас не отличное взаимоотношение в данный момент. Она очень долго потом ещё на как-то телефонный менеджмент отвечала на вопросы. Но, тем не менее, такие вещи тоже бывают. Потому что мы, к сожалению, очень много вешаем на своих детей в тот момент, когда им 18 лет, когда они должны выйти из школы и прямо пойти в тот институт, выбрать сразу, где они будут работать. Они должны это кому-то. Не очень понятно, кому. Но, тем не менее, родители не очень сильно прикладывают к этому усилия. Я должна сделать школа. Ребёнок должен сам определиться, кем он будет в 18 лет. Я просто люблю тему эту и часто на ней езжу, потому что мне всё время очень ржачено, когда приходят дети 17-летние на профориентацию к нам в компанию и говорят, а кем я буду, если я закончу, соответственно, факультет пиара, как правило, высшей школе экономики. У нас директор пиара говорит, а не матерами. Я как бы не про факультет пиара высшей школе экономики, я про то, что дети не понимают, им сочетание букв нравится, они не понимают, что они делают. И мы как бы считаем, что у нас ребёнок должен школу закончить, 4 года в институте отучиться. Если мальчик, чтобы безопаснее, то ещё магистратуру захватить. Надо потом выйти и всё же не по этой специальности фигачить. А то, что у нас базовый отток в вузах после первого курса по 30%, никому как-то ни о чём не намекает. У кого родители там пожёстче, тем это ещё 20, которые просто доучиваются, бедные такие. Мама сказала высшее образование. У меня есть даже знакомый, который, мне кажется, учится на этом направлении. У меня в институте он учится уже второй год. Получилось, что у него пятый год обучения журналистики. И он такой, это, блин, просто кошмар. Я никогда не буду этим заниматься. Я очень часто слышу эту фразу от ребят на втором-третьем. Я более того скажу, он, помню, в один момент сказал, что он хочет пойти на политологию. Я такая говорю, а почему ты у нас находишься такой... Потому что я на бюджет поступила очень часто. Ответ на этот вопрос. И вот как так происходит. И хорошо, что люди в каком-то возрасте, а девчонке, по-моему, было лет 28, про которые я рассказываю. Собственно говоря... Ну, блин, ну 28, знаешь, как это... Если было бы в 50, мне кажется, это было... Катя, да это в любом возрасте можно. Ну, ты себе разреши в этом случае. В 50-то гораздо проще, потому что к 50, как правило, ты уже выплатил две ипотеки, у тебя уже есть образование. Ты понимаешь, что если что, ты выйдешь на рынок труда и на свою старую позицию уже устроишься. Это же 28 страшно. Потому что тебе в этом случае, действительно, у тебя там ребенок, это три года, ну вот так, средняя история. У тебя еще за квартиру и ипотеку надо платить. И очень хочется, даже похрен там на Таиланд, хотя бы там в Казань на выходные съездить, потому что бошку оторвать, потому что ты работаешь, как переш... Я очень хорошо помню свой вот этот возраст, 20, наверное, от 25 до 32 лет, когда я... У меня очень мало воспоминаний по этому поводу. Потому что все, что я помню, это проект, который я делала в этот момент, когда в определенный момент я встала просто уже на позицию директора по персоналу, это стало легче. А вот когда вот это вот я доказывала всем, взяли, не взяли, нравится, не нравится, зашло, не зашло, так посчитали, так посчитали. Это очень сложный возраст. Это очень сложный возраст. Если человек в этот момент оказывается в той ситуации, когда он занимается любимым делом, а мне лично повезло, у меня все в жизни провиденциально получилось так, что я там вот работаю по специальности. Я понимаю, что мне очень сильно повезло, я была тем школьником, который вот как бы оправдал ожидания родителей, хотя у меня были колоссальные конфликты с отцом по поводу выбора моего образования, но суд не в этом, по поводу моего выбора. Но вот мне там сейчас 46 лет, я работаю по специальности. Ну, на 100% 25-30, наверное, людей. И я придерживаюсь того мнения, что пускай из них было 5%, те, которые понимали, что они делают, остальные были такие, как я, нам просто повезло. Вообще, мне кажется, большая удача. Я... Есть такой момент, что я всем на день рождения, любой, я считаю, что это лучшее поздравление, которое могу сказать. Я желаю всем, то есть когда вот кому-то там, например, там... Саша, Саша, я желаю тебе того, чтобы ты делал то, что считаешь нужным. То есть то, что ты хочешь. И на мой взгляд, вот история про увольнение, наверное, это тоже про эту историю, потому что мне кажется, что уметь расставаться, это уже отдельное искусство. Просто я понимаю, что тот момент, когда ты придумывала эту тему, она была очень провокационной. У меня не получается провокационной. А я не говорю тебе про то, что надо говорить как-то провокационно. Здесь нету... Она не может быть провокационной, потому что здесь нету как таковой грязи. То есть... Нет, я тебе могу сейчас из нее сделать провокационную за две минуты. Ну, если хочешь, но если... Нет, ну смотри, просто ты, наверное, в тот момент, когда... На самом деле нету в этой теме никакой провокации, потому что, на мой взгляд, это обычная, просто обыденная ситуация. Знаете, это вот как... Есть вот история про... Ну, уж извините за такой подробности. Вот есть история с родами. Вот рожать детей, вот там, например, наверное, страшно и больно. Но, как мне периодически кто-то рассказывает, после второго уже не страшно. То, что все уже понятно. История, мне кажется, здесь примерно такая же. Потому что, ну, тебе вот один раз просто надо это пережить, понять, как с этим быть, понять, что с тобой, если ты, извините меня, не тупой, если ты, извините, делаешь когнитивную связь, тебе имеешь выстраивать когнитивные связи, и, в принципе, понимаешь, как себя вести, и, в принципе, понимаешь, что хорошо, что плохо в нормальной своей картине мира, то, наверное, увольняться это не так страшно. Кать, ты сейчас путаешь горячее с круглым. Ну? И ты путаешь горячее с круглым следующим образом. Первый момент. Механика увольнения, она прописана, как минимум, в Трудовом кодексе, и понятно, что делать. Мы сейчас говорим о том, как это происходит в голове у человека, который принимает это решение, собственно, и потом еще с этим решением какой-то промежуток времени живет, потому что в том случае, если человек принял это решение, пришел и поговорил с руководителем, руководитель оказался мегаадекватным, он вышел с ощущением того, что он сможет в любой момент поднять трубку и, работая на другом месте, к своему наставнику обратиться, и что он сохранил нормальные взаимоотношения, это хороший вариант, это один разговор. А бывают такие случаи, когда с утра, просто когда я работала директором по персоналу крупной розничной сети, у нас было такое, что у нас директор устраивал собрание, люди все встали, после собрания ушли. Ну, в магазине там 15 человек должно в смену работать. Он просто на них наорал, что-то там как-то. Ну, то есть, поскольку нам с ними поговорить, они все с нами отказались разговаривать, а он сделал на собрании что-то такое, что люди, которые кто-то из них работал два года, три года, просто после собрания взяли свои вещи и приехали к нам в отдел кадров, все написали заявление. И на вопрос, а что случилось, потому что ваш директор придурок. Вот с такой формулировкой. Вот. Это к вопросу, и ответ на он сказал, да, нормально, просто план поставил им надо. Что это было? Вот тебе совершенно другой оборот этой истории. Да, и такое бывает. И такое бывает не в формате одного магазина, да, потому что ничего не случится, там в Москве еще была сотня, там четыре человека из других приехали в магазин за работу. Ну, там, понятно, директора потом натянули, попытались расследовать, почему так и не поняли, потому что, понятно, что он никогда не скажет, а они просто не хотят разговаривать с компанией, потому что, видимо, там было что-то за грани. Такое тоже бывает. И хорошо, если это бывает в рамках вот таких базовых процессов, да, когда там магазины работают с покупателями, где персонал, в принципе, заменяем. То есть ты за две недели будешь колпачиться, и при этом ты наберешь штат в магазин. А если речь идет о каких-то крутых специалистах, которого обидели... А вот хорошо, что, а вот у тебя, вот твоя история. Ну, если говорим не про компанию, а про ту историю, когда и я помню, ты рассказывала мне лично историю. Историю про выгорание и про то, как ты довела всю историю. Помнишь? Ну, когда тебя уволили. Ну, да, я эту историю... Ну, как такое можно забыть? Конечно, я об этом прекрасно помню. Как это было? Вот хорошо, ты топовый специалист. Тебе, кажется, уже лет 30 было. Да, мне было лет 35. Да, 35. Как это было? Это один момент, когда меня уволили. Как это было? Как это было? Дело в том, что я понимала, что это произойдет. Потому что я не умею играть в политические игры. Да, и мне в этом случае надо было выбирать какую-то одну из партий. А я HR. И я должна в этом случае... Я за людей. А это никого в тот момент не интересовало. Я интересовала, как меньше заплатить. моему руководителю непосредственно надо было экономить фонд заработной платы. А я не согласилась с тем, что можно поменять условия системы мотивации тогда, когда они уже озвучены. То есть, ушел уже процесс, в течение которого люди должны были зарабатывать деньги. А мне надо было поменять систему мотивации. Поэтому нам... Ну, как бы, мне было сказано, что либо ты это делаешь, либо ты, собственно, всего доброго. Ну, я выбрала всего доброго, потому что... Ну, я так не могу, да. Разные бывают ситуации в жизни, разные бывают ситуации в бизнесе, да. Ну, вот в той ситуации я для себя приняла такое решение, что я не готова какие-то вещи делать. Но это было очень больно для меня, потому что это был тот самый стартап, и я начинала компанию с того момента, когда у нас было семь человек, когда я пришла в компанию. В тот момент, когда я уходила, это было порядка двадцати магазинов. Да, это был розничный бизнес, порядка там уже под триста был общий формат, и это было очень больно. Но я очень благодарна моему директору, который это, ну, собственно говоря, который это делал, за очень одну простую вещь. Он мне не врал. Я понимала, почему это происходит. Ты понимала, почему он тебя увольняет? Да. Я понимала, почему он меня увольняет. У меня не было никаких вопросов. И когда он мне задал вопрос, когда мы сели это обсуждать, ты хочешь об этом поговорить? Я ответила, сказала, что нет. Максим, нет? Мне все понятно. Да, ну, как бы. Правила игры, по которым я не умею играть. Либо я их принимаю, либо я их не принимаю. И несмотря на то, что я очень быстро и очень хорошо потом устроилась на работу, что было для меня очень удивительно, потому что у меня действительно была прям такая депрессня. И прям у меня такой мир обрушился, все там это. Ну, как-то, видимо, тяжело это было. Действительно, очень. Я очень хорошо понимаю, что это должно было, наверное, произойти. Если бы это не произошло в тот момент, это бы произошло через очень короткий промежуток времени. Все равно бы так или иначе произошло. Ну, это бы произошло, да. Потому что та команда, которая собиралась сначала, это была одна команда. Та команда, в тот момент, когда я уходила, это была другая команда. И у команды были немножко другие ценности. И мне кажется, что это очень многому Учит в этом случае И как бы это ни было забавно У меня Потом в жизни было пару случаев Когда я именно У меня это в голове на фоне Заходящего солнца крутилось Когда это происходило Я отказывалась от очень хороших офферов Потому что я понимала, что это будет та же самая история У меня было В какой-то момент, когда я меняла работу Уже спустя достаточно длительный промежуток времени Спустя 10 лет У меня было два оффера От компаний с очень хорошими перспективами От которых я отказалась Понимая, что я не смогу Такой компанией работать Ну, как и все, да Все, что происходит с нами, происходит не просто так Вот, и Ну, это как бы вот Вот так Какую мысль финальную мы можем дать О том, вывод Я полностью согласна с темой Я в этом случае, конечно же, очень сильно нагружаю всех руководителей Говоря о том, что действительно приходят в компанию Уходят от руководителя Вот, поэтому Основная моя тема Основная моя мысль вообще с точки зрения управления персоналом Собственно говоря, звучит следующим образом В том случае, если руководитель Собственно говоря, внимателен к своим сотрудникам Он понимает, что он делает И понимает, что делают его люди Никаких неожиданностей быть не может Люди приходят Люди уходят Люди имеют право принимать свои решения Относительно любых там моментов в их жизни В их жизни бывают моменты разные Но руководитель, помимо коллектива Отвечает еще за состояние бизнеса Так вот, в том случае Если он это делает честно и качественно Он всегда может Он всегда знает, кто будет уходить Кто будет приходить У кого какое состояние Он может в этом случае прогнозировать И понимать, как это происходит И мой основной посыл С точки зрения управления персоналом Просто делайте эту работу качественно Потому что управленческая работа В Белоруссии есть 20% надбавка На позицию руководителя За сложный управленческий труд Мне кажется, что на самом деле Ну, 80% того, что делает руководитель Это сложный управленческий труд Если честно Поэтому делайте его хорошо И тогда все будет работать Так, как вам хочется А ребятам, которые находятся Вот в этом сказочном состоянии Когда они не понимают, что делать Уходить, не уходить И так далее и тому подобное Есть только один способ В этом случае решить вопрос Так же, как и во всех остальных аспектах жизни Сесть и проговорить это с руководителем Вы выйдете из этого кабинета В тот момент, когда вы это обсуждали Из этой переговорной Из этой кофейни Из решения Оно может быть любым И одним, и вторым И пятым, и десятым Но самое главное, что надо понимать Тогда, когда ты общаешься Со своим руководителем Когда ты вообще обсуждаешь Вот эти темы Это придерживайтесь основного Принципа коммуникации Звучит на следующем образом Уважайте того человека С которым вы общаетесь Даже если вам кажется Что он вас незаслуженно обижает Ну, просто попробуйте Вот как бы С максимальным уважением Это проговорить Это решение у вас будет Оно все равно ваше Вас никто никогда У вас никто никогда Там паспорт не заберет И в том случае Если вы уходите И все же приняли это решение Делайте это экологично Самим просто в этом жизни Будет легче Если вы сумеете это сделать Так, чтобы это было не больно И не проблемно для бизнеса Качественные дела передавать Сделайте это хорошо Можете помочь компании Помогайте компании Это вернется В том или ином виде Да, потому что Уходить хлопать дверью А потом рассказывать о том Как там было плохо При том, что ты пришел В эту компанию Нулевым сотрудником А тебя там за 3-4 года Сделали профессионалом Ну, ничего просто так не происходит Просто, ну, как бы Уважайте тех людей Которые вам дают Ну, и все будет нормально Вы отстроите эту карьеру И придете к тому результату Который вам нужен Увольняться не страшно Страшно потом по этому поводу Мучиться всю жизнь Когда ты понимаешь Что ты проект бросил Ну, мы же все хорошо понимаем Что вот у меня, говорю В опыте был такой момент Когда у меня девочка Работала 3 месяца на проекте Потом ей что-то не понравилось Она взяла все результаты Своей работы Это была там Огромная база Стерла и ушла Ее звали Надя Банкова До сих пор помню 25 лет назад история была В турбизнесе Ну, ты хочешь, чтобы Ее запечатлеть Ее никто, понятно Никогда это не вспомнит Но, ну, как бы Я бы даже еще добавила Еще от себя Благодаря той беседе Которую вы проговорите Своим руководителем Вы поймете, стоит ли Оставаться или нет Ну, вы примете решение Любое из решений Потому что в этом случае Станет понятно Если, например, вас руководитель Например, вас не слышит То, наверное, стоит Мне кажется Если вы это проговорите Если вы это проговорите Вы, ну, все люди Обладают определенным уровнем Эмоционального интеллекта В том случае Если ваш руководитель Вам не хочет говорить Но хочет, чтобы вы расстались Вы это поймете Просто оставьте себе Возможность Об этом поговорить Вы после этого разговора Выйдете с готовым решением Если просто написать заявление Хлопнуть дверью У вас с этой историей Вот это будет тот самый Незакрытый гештальт С которым вы будете Еще полужизни мотаться Ну, доставьте себе удовольствие Будете помнить Эмя этого человека Всю свою жизнь Ну, да Надь Банкова Ну, я еще раз говорю Да, то есть вот Любые вопросы Решаются словами через рот И для того человека Который не может Принять решение Да, решение вопроса Может как уйти Так и остаться Вы его принимаете осознанно Да, вот не надо Вот этой вот истерики И так далее И тому подобное Да, ну, вы разрешите Как взрослому человеку В этом случае Сделать так Чтобы это было вам комфортно Ну, вы заслуживаете это Да, потому что Надумать себе Про руководителя Какого-то коллега Какой-то галимати И потом из-за этого уволиться Ну, возможно Вы себе можете это позволить Но это точно Для вас не очень хорошо Для вас лично Это непродуктивно Это для вас лично Не экологично Непродуктивно Это, ну, как бы Счастья счастливым Вас не сделают Это был подкаст Тот еще офис До встречи в новых выпусках С вами была Катарина И Татьяна Спасибо компании Валтопед Продактс В реализации Нужного всем проекта Субтитры подогнал «Симон»